Это невозможность приема работы. Так я что, против? Да, я против. Я против ТВ, чтобы народный... Так, не надо народный камер, вы знаете, сколько на самом деле, на спинкере налево-направо. А здесь действительно есть реальная работа. А что вы говорите вообще? Ну, вот у нас обращение писем. Вот, смотрите, обращение, мы месяц или полтора, это все прокатываем, елки-палки. 15-го, 19-го, сегодня у нас 25-го. Я в этом не хочу участвовать. 25-го, то есть 25-го, то, что мы выпадали, 11-го, но и 9-го, на заседании комиссии, вашу просьбу включен к профессионалам. То есть вы посмотрите, на прошлой комиссии нас уже носили. Почему? Как мы вы носили, не вы носили, мы были здесь. Вот, там же написано, что мы были, да? А что вы, смотрите, здесь все были, я бы... А, вот, смотрите, вот, подсказал, подсказал нам, то есть, наш террористический... Значит, нам обращалось управление архитектурой, вот есть рекомендации. За пропозицию депутатов, президентов, департаменту внутреннего финансового контроля провести службовое расследование та на дате выставки на заседании постримой комиссии еще до неявности вкушения решения МНВРа 23-го, 12-го, 16-го. Посмотрите, это поле организации, и это было 11-го числа. 18-го числа нас не поставили... Сверзнение начальника управления мистер-выдоктувания полунового архитектора Полихии ГАА с проханием погодить внесение изменений до объектов финансового, выкладывающих в новой дате. На предыдущей комиссии вы закрыли комиссию, сидела там в главной архитектуре, оправдывала их, и мы завернулись и ушли. Мы не рассматривали даже предыдущей комиссии... Я вспомнил... Ну что? Не хватило? Нет, по моей просьбе, по моему предложению, этот вопрос был снят. Предпоручено его обосновать. Мы можем поднять видео прошлой комиссии. Давайте поднимем, это было 11-го числа. Вам что плохо, то хорошо. Вы не хотите развить город? Григорьевич, не путайте... Да, конечно, не путайте. Вам хорошо, вы взяли и уехали с нашего города. Вот, а что здесь жить? Я здесь живу, живу и воду. Да, если вы живете, дайте возможность людям делать, строить, созидать... Вот, что я хочу. Да, запросто. Только вот это как раз распинькивание денег. Нет, они еще ни копейки не распинькали. Серьезно? Ну, конечно. Давайте мы пригласим ГОСАУДИСлужбу. И чтоб так... А у нас сейчас герои был УДИТ. Понимаете? Мы можем, кстати, ему предоставить себя. Это не тот УДИТ, поверьте. Это не тот УДИТ. Понимаете, делающий на основании клясть АУДИТа. Ир. Это не тот УДИТ. Это тот УДИТ. Это тот УДИТ... А надою, это не правда. Это... Я вас прошу, дадим возможность сработать. Я подписываюсь под каждым вашим словом. Давайте оставлю вопрос на разговаривание. Вы когда говорите, вы просто радуетесь. Давайте разберемся на следующей комиссии. Я знаю, что на следующей комиссии не будет посетить депутатов. Я пришел в том числе и меня. Вот и все. Вот я от вашего имени проголосую, как у меня лично. Игорь Петрович. Надо им отступать. Петро, что еще раз повторить? Петро, играй сам, ставьте на голосование. Так что? Тут три. Интересно. Там есть вопрос. Завайте поставить. Кто хочет? А нет, кто не хочет. Там же вы провели вопросы с комплексной схемой. Рекламная схема. Комплексную схему. У них нет программы. У них нет программы. Но как это выкладывать? Правильно. У нас тут программа. Вы не можете сейчас выпадать. Что она потом понесет на бюджетную комиссию? Это комплексная схема, но это так есть. Добрый день. Уважаемые петрофорты. Уважаемые петрофорты. Уважаемые петрофорты. А все это будет бюджетно. Сейчас давайте на один пункт, я смысл за все от себя. Да. Но нельзя, да, рекламы точно нет, не рекламы нет, ну шо голосово. Игорь, рекламу, пожалуйста, давайте так, вот надо снять, просто все это вот недоразумение, которое сейчас происходит, там не нужно. Пожалуйста, сейчас есть рекомендации по КК комиссии, не выставляйте его сейчас порядок, да? То есть не на берез, будет каша. Подготовьте, пожалуйста, то, что, которые сейчас дали вам пропозиции, приведите с этим проектом решение, и он в таком же виде пойдет после нас сразу на комиссию бюджетную. Очень, очень наговорительный, вот оно, но, да, мы по этому кругу уходим уже по месяцам. Сейчас мы уже как-то обременно заказывать работу, заказывать работу по комплектам, заказывать по одному же по четвертому, да, за мной просто не выжил. На самом деле, по комплексной системе, по комплексной системе, по которому сюда выносился, техническое задание здесь показывалось. Понимаете? Я был на нем, у вас как-то было. Хорошо, так если вы были, так вы же знаете иногда, но о том, что есть техническое задание, о том, что есть договор. Знаем, но сейчас, то давайте согласимся с мудрым по предложению депутата Петрова. Игорь Александрович, смотрите, у нас всегда вот по каждому вопросу, который имеет какие, ну, каждый депутат, а есть свое мнение, да, в конце концов, есть и положительное, допустим, заключение, где все депутаты сейчас приняли решение, что завтра, допустим, до комплексной системы. Значит, надо разделить пока не то, что согласовано и вынести на сессию, потому что иначе, и этот вопрос не выделят на сессию, и опять же не выделят средства на это, понимаете? Отдельно невозможно, это что? И будем мы еще один вопрос рассматривать, наверное, еще до следующего года, и то, о чем мы говорим, что необходимо для города, все радуют за это, да? Вот, ну, нет такого человека здесь за столом, который бы говорил, что не надо это, но есть, надо делать какие-то поправки. Если бы мы сейчас что-то приняли и проголосовали, значит, мое мнение такое, хотя бы это необходимо вынести на сессию с определением стоимости. Это программа, это программа. Слушай, у вас есть нарудах табличек? Нет. Ну, у кого нет. А каких-то там говорил остальных, ну, просто перечислить. Нет, 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 нет. Мы проголосовали за вашу. Мы проголосовали за вашу. Голосовали. А вы же предлагаете остальные поддержать? Нет, я говорю, поддержать пока не то, что проголосовано. И вынести на сессию то, что проголосовало. Хорошо, можно я попробую? Пожалуйста, давайте соберемся завтра перед сессией. Нет вопросов. Сможете? Давай. За сегодняшний день. Что вы заняли? Так завтра сессия не... То, что вы видели, договор, то, что вы видели, техническое ожидание. Просто объясните, что. Так, что? Уважаемый демократ, да можно слово? Смотрите, вот эти два вопроса, которые есть, мы не можем от них отказаться, при условии того, что мы на следующую комиссию вам не выносим вопрос ни от юристов, ни по комплексной схеме. Можете сейчас проголосовать за эту программу, при условии того, что на следующую комиссию мы предоставляем письмо от юристов и предоставляем договор и смету по комплексной схеме. Так, смету, а юридическое обоснование, это регуляторный акт, как вам выяснил, а Андрей Владимирович? Я об этом говорил не о том, что это регуляторный акт, я с самого начала говорил о том, что это так и письмо мы готовы взять от управления, просто юристов сейчас отличать на этом праве мы не брались. Уважаемые коллеги, давайте отделим муф от котлей. Продолжается, Анатолий Григорьевич, продолжается. Притом, что я разделяю позицию коллеги Еркова в отношении необходимости выяснения отдельных обстоятельств, по которым было проголосовано, вместе с тем, вот этот проект, который внесен, он вообще никак не обоснован. Перебрасываются деньги с одного вопросика на другой вопросик. При этом нет отчета, что сделано, что должно было быть сделано, какие договоры для этого были заключены или не заключены и так далее. На сегодняшний день в ручном режиме управление градостроительства и архитектуры предлагает решить какие-то вопросы для того, чтобы распределить какие-то деньги. Эффекта мы от распределения пока что не видим, но субъективно я. Может быть, Анна Анатолиевна как-то переформатирует свой доклад и скажет, что от этих 100 тысяч город получил вот это уже, а вот от этих 100 тысяч вот это, а от следующих 120 получит это.